Продолжение следует... 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 Первое, что это новое, и она была выпущена на ТФ-1. Поэтому надо быть в гостях, потому что это очень трудно быть новым новым годом на сегодняшний серии. Далее, эта серия была разработана в 3D. Это означает, что мы могли использовать модели использования в этой серии, для того, чтобы сделать Гондор. Мы на этой серии, которая была совершенно довольна, по некоторым сторонам. И это было бы на самом деле. Добро пожаловать в 3D, делать ренды, это не очень просто, но в целом, чтобы быть абсолютно кадрой на то, что в мире. Добро пожаловать в этой серии, обеспечиваясь в большинстве. Возьмите, например, на пузел game или даже на пункт-н-клик. Возьмите, почему бы выбрали, что у нас выбрали в стиле Endless Flyer? У нас есть таблетки, которые можно поделать, и, в том числе, на геймплей интересных с геймплей, мы можем ориентироваться на геймплей для Endless Runner, Как выиграть занятие игры, с обстаклями, с обрабатывами, с обучением. Стоит мы сделали лучше, как выиграть, что там, если выиграли, то есть, у них нет, что выиграли, и мы понимали, что если выиграли, то это просто помпе большие ресурсы, потому что это шаг будет быстрее, потому что там больше 3D тропают. Поэтому мы пытали сделать просто, безусловно, безусловно, но для того, чтобы пройти, в университет, без геймплей, и который был тест, и который был уверен, но разработанным, в москва, в обучении игроков, в основном институтае, и в собачьем исключение, которая будет очень интересной. Если ваша способна играть, мы рассмотрим все равно важнее, за счет того, чтобы эта серия принадлежит в будущем для новой игроков. Каждый месяц после выпуска, новый DLC будет длировать жиле Стрики Сью Зеро. Номмен « Heroes of the Fleet», это видеороллит цена, Продолжение следует... 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 И еще один ААА для запрещения в мире, в Франции. Считывая, что производительный игрок, как мы уже видели в «дубле экстралайфе» предназначенный в «Remember Me». Это было не так сложнее. Это было невероятно. Но, в самом деле, я решила, я решила создать стратегию, я хотела сделать интересные игры, я хотела сделать интересные игры которая была в качестве лучших игроков в мире. И это было в начале. И в результате того, что в первую очередь они сказали, что у них нет, что у них нет, но в том, что у них была эта стратегия, это был отличный фактор, который сделал, в 2008 году, Гран-при инновации, Министерство и Речерство. Были 1.000 предприятия, у нас были выбрали, у нас были выбрали, и 5.000 предприятия, у нас были выбрали. И мы решили, что мы хотели сделать качество уровня. Мы решили этот конкурс. Потом, у нас был преселекционный в таком виде, у нас есть бизнес-самбер, которые мы финансировали для того, чтобы начать рекрутируем, для того, чтобы собрать, чтобы собрать Сони. Это было 3 лет, что Сони не знали, и мы, бам, мы приехали с нами, у нас был Кантик, в Европе. И мы работаем с ними, мы делаем супер-самбер, у нас есть изменения стратегии, мы остановимся с ними, мы начинаем с Капком, и мы делаем это. И я думаю, что это не было так сложнее, мы делаем все, мы делаем все, даже с другими, когда Сони не выявили что это было тяжелее. Но, это привлекали все, что мы уже сделали, мы попали, мы потратили немного днем. Мы сделали все, мы сделали несколько новых видео, мы наиболее, мы наиболее на Дривт, мы наиболее на Мембер Мис. Это было такое, это было очень здорово, Я бы сказал, что это был один мечтан, когда мы были 5 лет, уже 5-6 лет, и это было бы не реальность сегодня. В этом году мы находим Донтнодд, один интру. Ин интру, в смысле, профиль атипичный, человеком, который не был ни на видео, но на литературе. Я Ильин Дамазио, в основном, я из-за книжки и фантастики, новейки тоже, немного. Теперь, уже 5-6 лет, я тоже, я делаю две серии, Телли, они не смотрели, но они не смотрели, но они формировали, БД и ЛАЖВИДЕО, и с ДОТНОТЕ. Я был кофендателем в студии. Они были четыре первые, потому что они хотели, потому что они хотели сделать очень важную историю. И вот, я получал, и я получал репутацию, поэтому они решили, и они сказали, что у них нет, что они намерены. И так, я начался в проект, это было не финансировано, потому что это не финансовый проект. Один год, мы увидели, когда мы бежали, мы бежали, и мы делировали. И я делировал много проектов, так что у него нет денег, и это не было денег. И потом, у меня денег было, и это было огромное дело. И я взял маленький дождь, и я остался с каждым бромом, и я был там, и это было очень дорого. Сегодня, Аллен работает на сценарии с фильмами, с Иан Кунненом и Лимонс Марк Каро, базовый с вторым романом, «Ла Орде» и «Контре-Вент». Альин не был геймер на базе, даже если он играет на серии « Uncharted» на conseхе от Jean-Maxime, директор креатив от « Remember Me», а также FIFA и Сул'ка, за счетом, за счетом. Я пришел как уникандид, как уникандид, как уникандид, как уникандид, на территории, с уникальной политики, психологии и литерейной. Но это было в том, что он был виноват, который был виноват, виноват, и который приводит новую vision, новую силу, вновь. Л'авенту Remember Me Добавил с пищей, Симпле пищей, Су седжиря Алина Масио. Это Харвей Бонин, Один из четырех фондателей Великолепных институтов, И кто-то имеет очень хорошие идеи, И он имеет, Я не знаю, если это был, Но он был в виду, Но он был в виду, И он был в паре футурисе 2080-2090, Монтезо, Мои-монтез, У квадрагенера, Добавил субтитры DimaTorzok 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 DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Это тоже геймплей, и начинается с демаркой, который позволяет играть свои собственные комботы. Не забывайте, конечно, старые ремиксы, где можно воспринимать свои souvenirs с ПНЖ. Таким образом, что будет скоро критикой в 101% в следующем выпуске, в следующем году. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok C'est parti ! 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 Oui, mais c'est aussi un jeu de stratégie temps réel, où l'on construit une base avant d'aller raser celle de l'adversaire. Certes ! Mais c'est aussi un jeu dans lequel on incarne un monstre géant capable de tout écraser sur son passage. Mais n'oublions pas que c'est également une sacrée claque graphique pour l'époque, proposant un univers visuel original et chatoyant. Oui, Giant c'est tout cela à la fois, et c'est d'ailleurs son trait de génie. En fait dans Giants, le joueur est invité à choisir parmi trois protagonistes. Il y a les Meccarines, de petits cosmonautes anglais équipés de jetpacks et de pistes laser. Субтитры сделал DimaTorzok Saffo a bâti son empire sur l'esclavage des Smarties, des sortes de gnomes hydrocéphales à la bêtise réjouissante. Le jeu commence avec l'arrivée des Mekarines sur l'île suite au crash de leur vaisseau. Le joueur incarnera tout d'abord Baz, un Mekarine, qui se retrouve séparé du reste de son escouade et qui décidera de libérer les Smarties de la tyrannique Saffo. Les missions des Mekarines alternent séquences de tirs, infiltrations, aventures et stratégies. En effet, la dernière mission consiste à construire une base, à gérer ses ouvriers Smarties et son stock de viande de Vimp, et enfin à commander son escouade de cosmonautes pour triompher des forces de Saffo. Une fois ce premier tiers du jeu terminé, le joueur se retrouve dans la peau bleutée de Delphi, la fille rebelle de Saffo, qui mène elle aussi sa croisade contre sa mère. A défaut d'équipiers contrôlables, Delphi aura accès à une panoplie de sorts spectaculaires. Le jeu surprend à nouveau, en proposant des séquences de course en jet-ski plutôt bien fichues, où l'on pourra ramasser armes et bonus à la manière de Mario Kart. Enfin, la dernière partie du jeu met en scène Kabuto, le pas si gentil géant de l'île, bien décidé à bouffer tout ce qui bouge et casser tout ce qui ne bouge pas. Plus Kabuto mange, plus il devient grand et fort, mais plus il fait une cible facile pour les ennemis. Des sensations jouissives qui évoquent parfois une version 3D du mythique Rampage en arcade. Quiconque aura joué à MDK sentira clairement la filiation entre les deux jeux. On retrouve notamment la possibilité de sniper les ennemis et la présence de casernes générant des ennemis à l'infini à moins d'être détruites. L'un des grands points forts de Giants, outre la variété de son gameplay et sa forte identité visuelle, c'est son humour. Les cutscenes sont de petits bijoux d'humour nonsense et chaque intervention des Smarties est souvent l'occasion d'une franche rigolade. On citerait également volontiers la qualité de la bande-son composée à quatre bras par Mark Morgan et Jeremy Soho. Comme si le jeu n'avait pas assez à offrir avec son mode solo, Giants propose également un mode multijoueur dans lequel chaque joueur prend le contrôle d'une des races et se met sur la tronche pour le contrôle de la map. Malgré toutes ses qualités, Giants ne connaîtra pas un grand succès. Peut-être le jeu de Planète Moon était-il trop barré pour le grand public. Seule la version Mac connaîtra un joli succès sur cette plateforme. Malgré son semi-échec commercial, Giants est souvent cité comme l'un des titres fondateurs de la mouvance action plateforme des années 2000. Et certains n'hésitent pas à déceler son influence dans des titres comme Jack & Daxter ou Ratchet & Clank. F*** me ! The Reapers are coming ! The Reapers are coming ! I'm out of here ! L'humour et l'originalité de Giants n'ont en tout cas pas échappé à un autre éditeur, qui décidera de produire le prochain jeu de Planète Moon. Cet éditeur, c'est LucasArts, et ce jeu, c'est Armed & Dangerous. S'il se déroule dans un univers à part, quelques indices laissent à penser qu'Armed & Dangerous se destinait à être la préquelle de Giants, avant que les ponts entre les deux jeux soient coupés, sans doute pour des questions de droit. S'ouvrant sur les mots « basés sur une histoire vraie », Armed & Dangerous place le joueur dans la peau de Romain. Un voleur au grand cœur cherchant à sauver le royaume du malfaisant roi Cluvis, aidé dans sa quête par ses acolytes Q, le robot amateur de thé, Jonesy l'homme-top et Rexus, un petit bonhomme puant ressemblant beaucoup aux smarties de Giants. Malheureusement, le joueur n'incarnera que Romain en cours de l'aventure, les autres personnages étant contrôlés par l'IA. Si on retrouve toujours l'ADN de MDK dans Armed & Dangerous, le jeu s'avère un peu plus conventionnel que Giants, et propose un gameplay moins varié. L'humour est heureusement toujours au rendez-vous et s'avère particulièrement crétin. Non, je ne partirai pas d'ici. En plus, j'ai mes chiens à nourrir. Bon, Rixus, venez manger, petit petit. On se prend à attendre avec impatience la prochaine cinématique pour voir si les développeurs parviendront à faire plus bête que la précédente. Ce sont de bons chiens d'aveugles. L'humour et l'imagination de l'équipe de Planet Moon transparaît également dans l'arsenal mis à la disposition du joueur, avec des perles comme la bombe sans dessus-dessous, qui retourne l'écran et fait tomber les ennemis dans le ciel, ou le canon lance-requin. Malheureusement, les autres jeux de Planet Moon s'avèreront beaucoup plus anecdotiques, à l'exception des sympathiques Infected et Afterburner Black Falcon sur PSP. Le studio a fermé ses portes en 2011, mais ses fondateurs ont depuis fondé une nouvelle société, Rogue Rocket Games. Voilà, ce 101% est terminé. Et si vous avez envie de voir le Golden Show, c'est en libre accès sur la toile, sur l'Internet. Il suffit de chercher un petit peu avec vos petits doigts. Petole, non, peloté, non, potole. Putain, c'est dur ! Et pour terminer ce 100%, j'ai envie de vous montrer mon œuvre. Voilà, là, j'ai réussi. Je l'ai fait au feutre, finalement. Vous voyez, je ne suis pas un super bricoleur, mais finalement, je l'ai fait au feutre. Voilà, au revoir, à bientôt ! Субтитры сделал DimaTorzok